Здравствуйте! В эфире новости Карелии в студии Наталья Ильина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. От начала программы прошло три месяца, и я уже получила свою квартиру. Благодаря новой для Карелии мере поддержки дети-сироты могут приобрести свою квартиру. Если бы у них не было этих вытяжных потолков, то мы бы плавали, наверное, все до первого этажа. История многострадального дома на проспекте Ленина 5 близка к финалу. Надеемся счастливому. Очень много того, что сегодня мы покажем, придумали сами дети. Молодежная студия ансамбля «Кантели» отыграла отчетный концерт в стенах Национального театра. Первые девять кандидатов поучаствуют в предвыборной гонке на должность главы Республики Карелия. 5 июня в вочном порядке девять кандидатов из десяти региональных отделений политических партий, которые уже успели провести выдвижение, представили документы в Центральную избирательную комиссию. С этого момента они официально являются кандидатами от выдвинутых партий. Следующим этапом для них станет сбор подписей и свою поддержку. Не исключено, что для этого им понадобится объехать всю республику, чтобы нотариальным образом заручиться поддержкой у глав и депутатов муниципальных образований. Реализовать свое право на участие и выдвинуться в качестве кандидатов, я думаю, что это именно то, для чего партии существуют. Это участие в выборах – это основная цель нашей партийной системы. Поэтому они реализовали эту функцию, выдвинули своих кандидатов. Кроме уже заявленных претендентов, дополнительно ожидается выдвижение кандидатов и из других партий. До 2 июля не могут выдвинуть своих кандидатов. Каждый кандидат должен собрать определенное количество голосов. Всего 84 подписи глав и депутатов. Именно столько партий зарегистрировано в России на сегодняшний день. При этом две трети из них должны быть из разных районов Карелии. Вполне вероятно, что до конца выборного марафона дойдут не все. По словам председателя Корейского центра избиркома, согласно обычной статистике, в выборном бюллетене могут в итоге оказаться 6 или 7 фамилий. В Петрозаводск прибыли очередные грузы с гуманитарной помощью для беженцев от жителей Сартовальского района. Их распределением и сортировкой в пункте сбора Общероссийского народного фронта занимаются волонтеры. Нужно разгрузить, нужно расфасовать правильно, составить товарные накладные, посмотреть по срокам годности и приготовить к отправке. То есть вот это волонтеры наши в центре сбора гуманитарной помощи проводят всю эту работу. Часть собранного жителями Преладожья получат беженцы, приехавшие в Карелию, которые живут у родственников или в пунктах временного содержания. Им нужны их средства гигиены, продукты длительного хранения и все, что может помочь им начать заново устраивать свой быт, вплоть до подушек и одеял. Кроме того, что мы отправляем сборные грузы в гуманитарные помощи, мы подкрепляем тех жителей, которые приехали с Донецкой и Луганской областей, с Украины в Республику Карелия. Уже выдано 170 человек, которым выдано гуманитарная помощь. Гражданская активность – это основа всего процесса, без которой ничего не сдвинулось бы с места. Именно благодаря пожертвованиям и усилиям волонтеров стало возможным регулярно собирать и отправлять гуманитарную помощь. Несколько десятков железнодорожников с северо-запада России второй год подряд на три дня сменяют форменную одежду на футболки и джинсы. С 1 по 3 июня в Петрозаводске проходил второй форум волонтеров РЖД «Добро без границ». Его участники – работники Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог. На заключительный день мероприятия приехал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Галамолзин. Он рассказал о проектной работе по развитию транспортно-логистических услуг и внутреннего туризма, сохранению экологии и реализации инвестиционных программ. Волонтеры, в свою очередь, поделились информацией о своих уже реализованных проектах. В ходе общения волонтеры внесли предложение о создании проектного офиса или отдельной структуры для координации их деятельности. Это могло бы открыть новые возможности для обмена опытом, а также наладить прямой мост между отдельным добровольцем на местах и руководством компании. Наши волонтеры успешно справляются с поставленными задачами. Если захотят в этом направлении двигаться, мы можем пригласить коучей, для того, чтобы они просто научили проектной работе, для того, чтобы двигаться и в этом направлении. Сами добровольцы останавливаться на достигнутом не собираются. Буду дальше помогать людям, потому что это самое правильное решение, которое может применить человек, помочь своему ближнему. Добавим, что на сегодняшний день на железных дорогах России насчитывается более 9 тысяч волонтеров. У сирот Карелии появилась альтернатива долгому ожиданию в очереди за жильем от государства. Этим уже успела воспользоваться женщина из Пуды же, пожелавшая приобрести квартиру в Петрозаводске. В гостях у Новосела побывал наш корреспондент. Екатерина Калинина извиняется за беспорядок. Она с дочерью Анастасии въехала в квартиру буквально на днях. Ремонт закончен, теперь предстоит разобрать вещи и обустроить рабочее место будущей первоклашки. А еще уговорить дочку расстаться с любимой старой кроватью, которой не нашлось места на новой жилплощади. Очень я страдала, у нее своя кровать хорошая была, но, к сожалению, с учетом того, что площади мало, а ей сейчас нужен рабочий стол, собственно, все равно тоже шкаф нужен, какое-то свое пространство. И я пришла к тому, что надо купить ей кровать-чердак. Квартира однокомнатная, приходится чем-то жертвовать. Зато она своя. До этого семья только снимала жилье. Екатерине до сих пор не верится в то, что появился собственный уголок. Купить квартиру получилось благодаря новой для Карелии мере поддержки детей-сирот. В 16 лет Екатерина осталась без попечения родителей и могла претендовать на жилье от государства. Но ждать в очереди не стала. Она взяла сертификат в Минсоце и оформила ипотеку. От начала программы прошло три месяца, и я уже получила свою квартиру. Но тут, конечно, желание. То есть я очень хотела все это реализовать, и соцзащита, собственно, в этом очень поспособствовала. Сумма выплаты – почти 1 миллион 200 тысяч рублей – складывается из средней рыночной цены на квадратный метр по Карелии. Государство оплачивает 18 квадратов. При этом квартиру можно купить в любом городе. Новая мера появилась в январе 2022 года. По инициативе главы республики и предлагается как альтернатива. Человек сам решает ждать жилье или, как Екатерина, воспользоваться сертификатом. Такой вариант доступен для тех сирот, кто достиг 23-летнего возраста. В прошлом году квартиры получили 162 человека, оставшихся без опеки. Благодаря новой программе в этом году число новоселов получится увеличить. Илья Лопухин, Станислав Шведов, Служба новостей. Федеральная налоговая служба упрощает процедуру получения налогового вычета. Наиболее востребованные вычеты – социальные и имущественные. Первые направлены на компенсацию расходов граждан на образование, а также на лечение и покупку лекарственных средств. Имущественные возвращают часть расходов на приобретение недвижимости или строительство жилья. Сейчас такой вычет возможно получить в два клика через приложение «Налоги.ФЛ». Налоговые органы получают сведения от банков, партнеров, с кем у нас заключены соглашения Федеральной налоговой службы. Мы получаем данные до 1 марта. Они выгружают нам данные о приобретенных объектах недвижимости. Мы проводим проверку тех данных, которые нам поступили. И идет рассылка в личные кабинеты налогоплательщикам. А то, что у него есть право получения имущественного вычета. Заявление поступает уже предзаполненное. То есть все реквизиты уже заполнены. То есть плательщику только остается нажать кнопку «Да» и направить заявление в налоговый орган. В этом году с января по май налоговый вычет получили 36 тысяч налогоплательщиков. Это более 1 миллиарда рублей. Когда за аналогичный период прошлого года их было 22 тысячи. И из бюджета физическим лицам вернули почти 700 миллионов рублей. Но несмотря на растущую популярность этой опции, многие допускают ошибки при заполнении декларации. Зачастую сканированные черные листы. То есть нечитаемая информация, нечитаемые форматы. То есть инспектор, проводя камеральную проверку, открывает подтверждающий документ. Он не может либо не вид возможности, либо просто не видно ничего. То есть иногда налогоплательщики сканируют, вложили и даже не обращают внимания, что они туда приложили. То есть опять же это затягивание проверки и затягивание, соответственно, возврата. Федеральная служба проводит налоговые уроки по заполнению формы 3НДФЛ в электронном виде. Записаться на них может любой по номеру 710-183. По этому телефону также можно получить ответы на вопросы, которые могут возникнуть во время исправления ошибок при заполнении налоговой декларации. В Карелии пройдет фестиваль сельского юмора. В Каменном Бару стартуют соревнования по сбору мусора. А в Петрозаводске гостил уличный музыкант-автостопер вместе с котом. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». Петрозаводская полиция задержала серийного угонщика. Горожанин угнал двое «Жигулей» и утопил в реке три электросамоката. Установить личность подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения. В деревне Киндосово в 36-й раз пройдет фестиваль сельского юмора. В этом году его тема звучит как «Счастье есть». Праздник состоится 19 июня. В Петрозаводске гостил уличный музыкант-автостопер. Молодой человек путешествует вместе с котом по кличке Булка. Прошлой осенью они вместе проехали почти 9 тысяч километров. 11 июня в Каменном Бару стартует соревнование по сбору мусора «Чистые игры». Горожан приглашают очистить территорию парка вокруг клического карьера и тем самым подготовить площадку к благоустройству. Карельские оружейники разгромили вологодских викингов в домашнем матче первой лиги по американскому футболу. За счетом 47-6. Для команд это уже четвертая встреча. Как в 21 веке прожить несколько месяцев без крыши над головой? Дать подробную инструкцию по выживанию могут жильцы дома номер 5 по проспекту Ленина в Петрозаводске. Дождливая весна добавила проблем, когда вода просочилась не только в верхней квартире, но даже этажами ниже. А ВОЗ и ныне там. Все довольно прозаично. Собственники обвиняют управляющую компанию, а она в свою очередь жильцов. Мы выехали на место, чтобы разобраться в истории, которая оставляет больше вопросов, чем ответов. И одними, кто виноват и что делать, здесь не отделаться. Казалось бы, прекрасный вид на Петрозаводск, который омрачает новый арт-объект, а именно крыша одного из домов. Точнее, ее отсутствие. Вместо этого брезента должна быть крыша. Но жильцы дома номер 5 по проспекту Ленина, к слову, главного проспекта нашего города, живут уже несколько месяцев без крыши над головой. И когда задумываешься о том, выдержит ли эта пленка сильный дождь или порывы ветра, становится действительно страшно. Страшно и от того, что история дома без крыши длится, сложно представить с 26 марта. Тогда ее сорвало сильным порывом ветра. Лишь спустя два месяца, в конце мая, там установили временную кровлю. Но, судя по видео жильцов, она не очень-то спасает. Одна из жительниц дома на Ленина, Лилия Богданова, считает, все началось еще 10 лет назад, когда в доме был сделан некачественный ремонт. Из-за некачественного ремонта, во-первых, в 2012 году, я вот все эти года доказываю о том, что крыши сделаны некачественно. Вот вам результат всего того, что последствия. После сильных дождей, одну из квартир на пятом этаже полностью затопило, пострадали и соседние квартиры. А некоторым собственникам и вовсе пришлось съехать. Нам удалось попасть в квартиру этажом ниже. Если здесь видны такие сильные подтеки на стенах, сложно представить, что творилось этажом выше. Если бы у них не было этих натяжных потолков, то мы бы плавали, наверное, все до первого этажа. То есть сколько они вылили, чего и какими усилиями, я просто не представляю. В итоге я так поняла, что потом они съехали, потому что у них закоротило всю электропроводку. Жильцы думают, проблемы дома связаны с бездействием управляющей компании. Однако директор УК благоустройства Людмила Пузенко считает, что виноваты сами собственники, которые не могут собраться и проголосовать за ремонт кровли. У них есть деньги. Они должны проголосовать, чего они не сделали. Поэтому это теперь их право. В свою очередь жильцы признаются, голосовать готовы, но боятся, что средства со счета дома пойдут на ремонт, который долго не протянет. Жильцы, конечно, проголосовали против, потому что это все деньги, которые есть. Дом, хоть и в центре, он не новый, так скажем, что есть на что потратиться. Ни косметики не сделано, ни окон, то есть есть какие-то проблемы с проводкой. Народ сейчас настолько настроен, что мы никому не доверяем. Все эти недопонимания между управляющей компанией и собственниками привели к тому, что жильцы дома номер пять по проспекту Ленина до сих пор без крыши над головой. И компания благоустройства планирует расторгнуть с ними договор. Мы их не будем обслуживать, потому что мы не можем понять, что хотят собственники. Предложи наши все варианты, просто отметаются и ни к чему не приводят. Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору предложил свой алгоритм по выходу из ситуации. Проведено совещание, в рамках которого жителям даны полные разъяснения. Комитетом, в принципе, выполнены исчерпывающие меры в рамках этого вопроса. Проведено дополнительное обследование по просьбам жителей дома. На сегодняшний день здание уже 72 дня стоит без крыши, а жильцы с ужасом ждут новых дождей. К тому же экспертиза показала, что состояние кровли приводит к угрозе здоровью и жизни граждан. Люди, кто может помочь, просто посоветовать. Огромная просьба оказать содействие нам в выборе, именно в грамотном выборе и в грамотной организации этих работ. Просто по-человечески скажу. Помогите нам, если есть такая возможность. Хотя у этой истории еще может быть счастливый финал. Сегодня в администрации города состоялось совещание по вопросу затянувшегося ремонта кровли. Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, в свою очередь, примет меры административного воздействия в отношении управляющей компании. И так, дело осталось за малым решением самих собственников. Петрозаводский назвали лучшие журналистские работы на балу прессы. В клубе «Агрикалчи» подвели итоги ежегодного конкурса «Союза журналистов Карелии». Корреспондентов нашего телеканала отметили в нескольких номинациях. В номинации «Расследование» жюри конкурса отметила сюжет нашего корреспондента Ильи Лопухина о судебном разбирательстве петрозаводчан с компанией ТГК-1. Герои сюжета «Отец и сын» усомнились в правильности начисления платежей за горячую воду и тепло. Лучшей публицистической работой жюри конкурса признала сюжет Натальи Кузьминой, о петрозаводчанке Ларисе Винярской, у которой забрали двух приемных детей из-за пятен, похожих на синяки. Но детей так или иначе все-таки матери не вернули. Но, может быть, этот сюжет будет каким-то, может быть, уроком для будущих приемных родителей и для органов опеки. Специальными премиями жюри отметила выпуск программы Ефима Овчинникова «Самое время» о лесных пожарах. Награду получил коллега Никита Власов и передачу «Тайны карельского леса» Татьяны Лапиной о болотах. Мне было непонятно, почему в Карелии нет ни одной программы, посвященной лесу, именно с познавательной точки зрения. Поэтому я гуляю с собакой и каждый день нахожу новые темы для программы. Спасибо. Наш коллега-журналист информагентства «Республика» Максим Алеев стал победителем в номинации «Фотокадр года». Он сам сделал фото на телефон для статьи о поморах. А в главной номинации «Лучшая журналистская работа года» победила журналист информагентства «Республика» Елена Фомина. Жюри отметила ее материал о Беломорканале, эпохальной советской стройке, обернувшейся бессмысленной трагедией. На площади промышленности ВДНХ в минувшие выходные танцевали кругу, слушали кантели и песни на карельском языке. Наша коллега Александра Степанова, которая теперь живет в Москве, побывала на фестивале народов Карелии и поделилась кадрами с праздника. Карельская культура, как и карельские журналисты, захватывают московские земли. Фестиваль «Мельница Саппа» уже в четвертый раз знакомит жителей и гостей столицы с нашей культурой. Те, кто оказался на ВДНХ в этот день, смогли поближе познакомиться с культурой карелов и вепсов, полюбоваться традиционными нарядами, узнать о свойствах шунгита, попробовать карельскую выпечку и поучаствовать в мастер-классах по валянию шерсти и плетению из бересты, сделать своими руками куклу-оберег-пеленашку. Активные развлечения тоже были. Неподдельный интерес вызвала карельская круга. «Чувствуется такая позитивная энергия, как в любом коллективном танце, но в этом что-то есть, скажем так, волшебство». На фестивале выступили фольклорные коллективы из Карелии, в их числе карельский народный хор Ома Пая. В Национальном театре Карелии вместе сыграли ветераны ансамбля «Кантели» и участники молодежной группы. Здесь искусство выступает как зеркало жизни. Спектакль о том, как два человека учатся друг друга понимать, посмотрел и наш корреспондент Михаил Платонов. Молодежная студия ансамбля «Кантели» отыграла отчетный концерт «Айда Мария» в стенах Национального театра. Участники в один голос говорят о преемственности, и как о главной теме спектакля, и как о его движущей силе. Готовились мы на протяжении более трех месяцев к этому концерту. Задумка пришла от детей. Очень много того, что сегодня мы покажем, придумали сами дети. А мы, взрослые, идем на поводу творческих ребятишек и даем им шанс реализовать себя на этой сцене. Юные артисты молодежной студии выступают вместе с участниками ансамбля. Это и придает им уверенности, и помогает набраться опыта. Это детишки, да, они смотрят, как работают профессионалы, чему-то у них учатся. И в будущем мы надеемся, что воспитанники молодежной студии придут в ансамбль «Кантели» и станут профессиональными артистами. На сцене искусство выступает зеркалом жизни. Главная героиня спектакля – девушка-подросток, приезжающая к бабушке. История о том, как два человека, разделенные десятилетиями, учатся друг друга понимать. «Современное поколение не горит желанием приезжать в деревни к бабушкам, проводить там время. И вот для таких ребят мы хотели открыть тот мир деревни, который будет интересен для всех». Михаил Платонов, Варвара Юрмоленко, Служба новостей. В Лагденпокском районе на полуострове Терву к туристам вышел лось. Очевидцы успели запечатлеть любопытное животное на видеокамеру. «Вышел прямо к прибрежному чуму, осмотрелся, приценился и ушел в лес», – написал очевидец в соцсети под видео. Отметим, что охота в национальном парке Ладожские шхеры запрещена. Там обитают дикие животные, сохранились редкие виды флоры и фауны. И это все новости на сегодня. С вами была Наталья Ильина. До встречи.